Не, это не музей, а не название, а? Лажа какая-то выходит, блядь. Короче, здесь вот, который музей у Киевского вокзала. Сегодня закрытый, не бру, не закрытый. У них этих экспонатов нет. Захожу, все, тетя сидит на этой на кассе. Занимается сам чем-то непонятно чем. Говорю, здравствуй, в музей хочу. Не, извините, сегодня не это, экспонатов нет. Приходите 28-го, что ли? Нормально? Думаю, ладно, бог с ним. Найду другие музеи. Посмотрел по карте, вокруг меня там что-то около 8 музеев. В радиусе двух километров где-то. Думаю, нормально, ништяк, сейчас как раз схожу. Посмотрю там что-нибудь, часик-два есть еще. Звоню в первый. На карте у меня на телефоне написано открыто. Все нормально, рабочие времена, там до пяти. Думаю, супер, успеваю как раз. Звоню туда. Говорю, здравствуй, музей работает? Да, работает. Ну, мы скоро закрываемся. Я говорю, ну в пять же? Он говорит, не, пораньше мы уже. У нас посетителей нет, пораньше закроемся. Я говорю, ну хорошо, но я все равно говорю, пришел бы. У вас, говорю, много чего смотреть? Много времени нужно запланировать. Не, две комнаты. Можно сильно и не это. Не шевелиться, я так понял. Туда идти. Думаю, ладно, бог с ним. Все большие музеи уже вокруг меня как бы обзвонил. Не подходит никто. Звоню в это, думаю, ладно. Пойду в маленький киль. Квартира Пушкина. Вообще, 10 минут, наверное, смотреть, да? Полчаса туда идти, полчаса обратно идти, если не на метро. Звоню туда, то же самое, ноль. Никто не подходит. То есть, реально, вот сейчас стою на Киевском вокзале, в радиусе трех километров, там 8 или 9 музеев, смотреть реально нечего. Просто вот нечего. А вроде есть, то есть, как бы они должны быть. Поэтому я сейчас прикинул то, что сейчас пойду в этот вторговый центр, на самый высокий этаж, где мы с вами уже там были. И эти, где игровые автоматы всякие стоят. Вот полчаса сейчас там поиграю, а потом уже поеду в библиотеку имени Ленина, закажу билеты на выходные куда-нибудь. И заодно покушаю, и оттуда уже сразу потом поеду на спектакль. Так что, вот такие вот пироги здесь, в Москве, блин.